Подвижные игры вместо бесцельной беготни по коридорам и вредных привычек. Волонтеры из третьей гимназии на переменах организовывают для младших школьников маленькие праздники. Для Кристины Шумиловой приобщать детей к здоровому образу жизни значит делать мир чуточку светлее и чище. Девушка уже три года состоит в волонтерском движении. Мы занимаемся с ними после третьего урока, развлекаем их, играем. Праздные игры они сами предлагают, давайте вот поиграем в такую-то игру, мы им говорим, давайте вот вы подумайте вечером, а завтра утром скажете, во что вы хотите еще поиграть. Сегодня на учете в наркодиспансере в регионе стоят более тысячи несовершеннолетних. По словам специалистов, если не заниматься профилактикой наркозависимости, эта цифра за год может вырасти в разы. В соответствии с подписанным соглашением, представители профильных ведомств и департамента образования будут в течение года проводить тематические встречи и антинаркотические акции. Важность данного соглашения в том, чтобы работа органов исполнительной власти, правоохранительной власти, осуществлялась в едином взаимодействии. Потому что сегодня как бы прилагаются усилия, прилагаются усилия, но зачастую они, скажем так, где-то местами разрозненные. Вот и они не приносят того нужного результата, который все желают получить. Поэтому сегодня, конечно, хотелось бы, чтобы эта работа была организована, планомерная, и чтобы туда именно была совместная наша работа. Лучшая профилактика негативных зависимостей – это занятости, ребята, и занятости к любимым делам. Это дело самое лучшее, конечно. Занятия – это занятия спортом, занятия в творческих кружках, занятия в общешкольных делах. В любой воспитательной работе и профилактической работе очень важно участие самых разных сторон. И, конечно, их объединение усилий. Представители ведомств, подписавшие соглашение, уверены, совместная работа принесет свои плоды в ближайшее время. Алина Чемерис, Станислав Левин, События.